С нового года ломбардный бизнес ждут большие перемены. Компании отнесут к микрофинансовым организациям. Их обяжут фиксировать данные о залоговом имуществе в общей базе, доступ которой будут иметь и полицейские. Стражи порядка полагают, что теперь смогут быстрее раскрывать кражи. Что еще изменится в работе ломбардов, расскажет моя коллега Эльмира Ержанова. С июля этого года деятельность ломбардов в нашей стране стала подпадать под надзор Национального банка. А это не много, не мало 1300 ломбардов по Казахстану. С января 2020 года их признают микрокредитными организациями, которые будут отчитываться о залоговом имуществе перед кредитным бюро. Еще планируется снизить вдвое процентную ставку по займам, которые предоставляют ломбарды. Что клиентам хорошо, то ломбардам не очень. Ломбарды будут работать по 56% годовыми. То есть для нас это огромное снижение нашей рентабельности в бизнесе. Для многих ломбардов это неприемлемо. Я, скорее всего, считаю, что будут закрываться многие ломбарды с 2020 года. Зато клиентам ломбардов станет гораздо легче платить проценты за заложенное имущество. Кроме того, подотчетность ломбардов перед кредитным бюро, которому будет доступ у полиции, повысит раскрываемость краж. Если у полиции будет доступ к данным микрокредитных организаций, то это облегчит работу полиции по раскрытию квартирных краж. Совершена кража, где были похищены несколько норковых шуб. С помощью работников ломбарда данное преступление было раскрыто. Тем не менее, владельцы ломбардов настроены на то, что их бизнес ждут тяжелые времена. Ведь помимо снижения процентной ставки, будут ужесточены требования к уставному капиталу. Для Алматы, Астаны и Шимкента он должен будет составлять не менее 50 миллионов тенге. Для других регионов не менее 25 миллионов. По мнению аналитиков, не все ломбарды имеют такие финансовые запасы. Поэтому ожидается, что микрокредитных организаций в стране станет в два раза меньше. Будьте в курсе всех событий в нашей стране, подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте включить колокольчик, чтобы всегда быть в курсе самого важного.